Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В том числе и туристический объект Вы также можете видеть продолжение установки почти 3-х километрового интеллектуального струнного ограждения По всему периметру центра испытаний, демонстрации и сертификации технологии SkyWay Это достаточно трудоемкая и длительная операция И в настоящий момент осуществляется натяжение сетки, которое защитит зеленые насаждения экотехнопарка от уничтожения дикими животными И самое важное, в день посещения строительной площадки нашей съемочной группой Мы стали свидетелями бетонирования плиты перекрытия второго уровня В которую предварительно было вмонтировано закладное изделие, выступающее основой для последующего крепления узла анкерения или крепления путевой структуры Всего за этот день было залито 275 тонн бетона Транспортно-логистический узел SkyWay, совмещенный с концевой анкерной опорой, рассчитан так, что сможет выдерживать до 900 тонн горизонтальной нагрузки Много ли это или мало? Судите сами Таким усилием можно было бы тянуть поезд, состоящий из 10 тысяч вагонов, общим весом 900 тысяч тонн И это усилие придет как раз в плиту перекрытия, о бетонировании которой мы вам сегодня и рассказываем Под ней будет расположена пассажирская станция городского SkyWay А на ней разместятся сад и пассажирская станция высокоскоростной струнной дороги Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний SkyWay по адресу rsv-defeest systems.com Поддерживайте наш проект и тогда вы хотя бы узнаете, что анкерение не имеет никакого отношения к Александру Керенскому Строить SkyWay и спасать планету Дорогие друзья, добрый день! Сегодня 16 апреля 2016 года И мы находимся на территории полноценно строящегося экотехнопарка SkyWay Позвольте себе напомнить, что ровно год назад, 16 апреля 2015 года Мы также находились здесь, на территории будущего экотехнопарка SkyWay На стадии, когда мы только вели еще переговоры с администрацией Когда проводились первые землеустроительные работы И ничего еще здесь не напоминало то великолепие, которое происходит сейчас И мы не зря собрались в тот день, день рождения Анатолия Эдуардовича Юницкого, который приходит на 16 апреля И сегодня, в свой день рождения, Анатолий Эдуардович согласился сказать нам пару слов Про то, что происходит сейчас на площадке в его день рождения Добрый день, дорогие друзья Да, мы на площадке, где проходит стройка Я сказал бы, великая стройка, потому что мы закладываем фактически здесь новую отрасль транспортно-инфраструктурную SkyWay Можно посмотреть на ряд уходящих опор Это 18 опор с прилетами 15-50 метров Здесь около километра Здесь будет городская трасса Подвесная и навесная Под нами станция будет подвесного Мы стоим сейчас на покрытие, можно сказать покрытие, потому что это уже верхний этаж Где будет станция высокоскоростного SkyWay И вот эта трасса потом будет подведена на 15 километров И в середине этой трассы высокоскоростной юнипус может произвести скорость в 500 километров Мы его продемонстрировали через где-то полтора года А вы сказали, что вот эта крыша, последний этаж, а вот эта арматура, это что такое? Кстати, благодаря вот этой арматуре и то, что будет за ней Мы удешевили анкерную опору и сэкономили порядка 300 тонн бетона Здесь будет насыпана почва, высотой почти 2 метра И здесь будет посажен полноценный сад Это самые зеленые крыши? Да, это есть зеленые крыши, где не просто там маленький слой грунта почвы, а 2 метра И поэтому здесь можно даже расти деревья высотой 20 метров И это плюс, потому что мы таким образом почвы пригрузили опору Она испытывает очень большие усилия И бетон фактически заменили на почву Основной вопрос, почему Анатолий Юницкий делает сад на крыше Не потому что мы все такие озабоченные об экологии Это тоже есть, но мы на самом деле это часть инженерной конструкции, удешевляющейся А вот под нами эти вот силуэты, напоминающие уже будущие рельсы, будущие путевую структуру Что это такое? Это не так, это плита, верхняя плита перекрытия, куда придет нагрузка от температуры Здесь же путевая структура не разрезная, и там есть струн, которая тоже натягивается Эти усилия будут максимальны, когда будет самая низкая температура Мы здесь в порядке 40 лет рассчитываем, что самая низкая температура будет минус 40 градусов При этой температуре усилия, приходящие в эту плиту, будут равны где-то около 900 тонн И на одну закладную деталь, вот она идет туда, длиной, длиной это 18 метров Придет нагрузка более 400 тонн, чтобы около 400 тонн, это вес 8 тяжелых танков Поэтому сюда придет серьезная нагрузка, но при этом, что конструкция не разрезная Мы удешевляем путевую структуру, эстакаду Посмотрите, какие легкие опоры, здесь две дороги, не одна Это эстакаду, представьте, если бы здесь был автодорожный мост, ежедорожный, какие опоры были Это позволило удешевить конструкцию путевой структуры и опор И если бы здесь была эстакада, допустим, высокоскоростной железной дороги То вот этот километр стоил бы не меньше 100 миллионов долларов А мы за эти деньги построим еще 15 километров Это, в том числе, благодаря тому, что у нас не разрезная конструкция пути Возникает напряжение, то есть конструкция преднапряженная И мы нагружаем анклопору Но они будут редко стоять, через 3-5 километров И поэтому стоимость анклопор, она на один километр будет небольшой На один километр дороги А скажите, вот все эти люди, это вообще кто? Что они здесь делают? В таком большом количестве Это субботник Мы сейчас обораживаем площадку Потому что через неделю приедет к нам почти тысяча человек из десятков стран 23 апреля экофестиваль SkyWay Приезжайте, будем рады видеть Потом мы вышли на субботник Понятно, ну, Антон Иванович, передаю от всех наших инвесторов Большие вам поздравления с вашим днем рождения Главное здоровье, главное не шагу назад, только вперед Наступать некуда за нами весь мир Стой SkyWay! Спасай планету! 16 апреля весь коллектив закрытого акционерного общества струнные технологии Выехал в город Мариногорка, возле которой развернуто строительство эко-технопарка SkyWay на субботник В этот день была проведена уборка строительной площадки после зимы Благоустройство территории, покраска промежуточных опор городской и высокоскоростной трасс Помимо этого, был благоустроен и сад, основанный в октябре 2015 года участниками акции «Посади дерево» Произведена побелка саженцев плодовых деревьев Осуществлено разравнивание грунта в междурядье Были собраны все камни, буквально выросшие из земли во время зимы Также были выполнены многие другие работы в рамках подготовки к акофесту Можно смело сказать, что все вышеописанное было действительно сделано в едином порыве И доказательством тому служило то, что многие сотрудники нашей компании приехали целыми семьями, порой вместе с детьми Причин для энтузиазма сразу несколько Во-первых, инновационная струнная технология создается коллективом единомышленников И всем хотелось внести максимальный вклад в подготовку к акофесту Где 23 апреля сего года произойдет интерактивное шоу-презентация Одного из самых масштабных эко-бизнес-проектов 21 века Во-вторых, этот день совпал с днем рождения самого генерального конструктора Skyway А также его старшей дочери Анастасии Жена Анатолия Эдуардовича пошутила, что ее супругу прекрасно удаются не только расчеты Касающиеся прорывных транспортных технологий, но также и планирование семьи После ударного труда все присутствующие искренне поздравили виновников торжества И отметили в дружной компании на природе сразу несколько замечательных событий Подытожим репортаж следующими словами Смело отправляйтесь в путь К вашему приезду на праздник в центре испытаний, демонстрации и сертификации рельса Струнной транспортной технологии все будет готово Коллектив Skyway под руководством юридского геронима Приветствую вас, кто только зашел на нашем вечернем вебинаре Который мы в основном ориентируем для Сибири и Дальнего Востока Ой, извините, извините, так сказать, это наоборот У нас в 13 и 20 часов это Сибирь и Дальний Восток А в 19 и 20 часов это для европейского, центральной части Но тем не менее, я знаю, людей, которые из Сибири Все-таки ходят на наши вебинары с Урала Это, друзья, очень отрадно Отчасти, конечно, мы с Алексеем месяц уже ведем на площадке Именно как и головной компанией РСВ и Skyway Capital Мы несколько увеличиваем количество людей, новых людей, которые приводим Но тем не менее, все равно, друзья, я могу сказать Это примерно как минимум в 2-3 раза меньше, чем было количество людей Которые были именно в работе, когда мы сотрудничали и вели вебинары от компании SWIG Отчасти это связано с оповещением системы рассылки Отчасти, все-таки, друзья, это с активностью работы по построению партнерских сетей Потому что мы понимаем, что большинство людей, которые сегодня, скажем так, являются активистами И те, кто работают активно в продвижении проекта Они именно те, кто являются участниками и акционерами проекта А не те, кто строит партнерские сети и привлекают людей Поэтому это тоже все понятно, это абсолютно закономерно Но здесь, друзья, мы сегодня все-таки будем настаивать на том Что основная сегодня наша работа и работа краудинвестинговой инвестпроводящей системы Заключается в том, что необходимо привлекать и приглашать большее количество новых людей Нести эту информацию И именно на это мы рассчитываем построение и партнерской программы в краудинвестинговой системе В Skyway Capital и на вознаграждение, и на именно работу, которую надо делать сегодня Потому что мы сегодня не ставим задачей проводить активную рекламу Потому что реклама на сегодняшний момент для нас неприемлемая форма проведения информации Для этого, друзья, мы проводим большое количество и технических, научных конференций, семинаров, вебинаров Для того, чтобы объяснять, показывать, что это такое И как доводить эту информацию И мы как раз, вы уже заметили, развели сегодня логику для новичков, кто входит Или тому, кому нужна информация, как доводить информацию для новичков И, соответственно, уже сам технико-экономический, на котором мы останавливаемся на тех или иных аспектах развития проекта Так что, друзья, давайте работать, давайте двигаться Нам есть что показать, нам есть сегодня чем отчитаться Нам есть сегодня, как демонстрировать Как я заканчивал предыдущий вебинар для новичков Я сказал, что сегодня происходит ключевое изменение Кардинальное изменение, когда отношение всех, что этого не может быть О тех вещах, о которых мы говорим сегодня, переходит в стадию А что, если это правда И, соответственно, это ключевым образом действует, особенно на финансистов Потому что они начинают, щелкая в глазах, когда у них включается калькулятор Понимать, что если вдруг то, о чем мы говорим, правда Какие это могут сулить прибыли И, соответственно, естественно, что всех останавливает риски Венчурная стадия Всех останавливает Это сегодня технологическая демонстрация, которая только ожидается через 3-4-5 месяцев Соответственно, это тоже создает некий риск И третий момент Очень важный Я не раз его говорил, что основная категория финансистов Основная категория тех, кто работает с чужими деньгами Определяется тем, что никто не хочет быть первым Соответственно, они все пытаются пропустить вперед конкурентов Людей, которые работают с деньгами Но, также очень важная характеристика всей этой братьи Никто не хочет быть вторым Потому что все четко понимают, что по тем правилам, по которым идет игра Основные прибыли, основные сливки снимает тот, кто заходит первым И поэтому сегодня все эти люди, с кем мы ведем переговоры И олигархи, и крупные банки, инвестфонды Они пытаются вот так вот ходить ужом Так сказать, пытаются изображать какую-то активную поддержку Но при этом они всегда пытаются пропустить вперед кого-то Для того, чтобы потом на их рисках войти и получать прибыль Такого, друзья, не будет Потому что мы отстроили сегодня краудинвестинговую систему Сегодня у нас уже более 300 тысяч партнеров, которые в проекте Которые инвестировали абсолютно разные суммы От 10 долларов до 250 тысяч долларов Абсолютно разные категории людей Соответственно, именно эти люди, именно эти 300 тысяч человек Которые на себе вынесли основной риск Которые вошли на стадии, которая абсолютно не определяла И не обещала, и не говорила Такие дисконты, у вас будут гарантированы такие прибыли Наоборот, друзья, мы всегда на протяжении этих двух с половиной лет Говорим, что проект крайне рисковый Проект венчурный У нас в себе огромное количество рисков Которые сегодня зависят не от нас И те, кто с нами уже не первый год Видели и как была эпопея в России Когда после поддержки президента Медведева Уничтожили опытный полигон Как развивалась эпопея уже Вот на новом техническом цикле Экономическом цикле То есть, когда в 2013 году запустили краудинвестинг И пытались строить первый экотехнопарк в Литве Когда возник конфликт у президента Литвы С президентом Скайвея Соответственно, нам пришлось уйти с большими потерями Это тоже, друзья, мы в страшном сне не могли предположить Что такое развитие может идти И потом, когда выбрали именно точкой Ключевой развития экотехнопарка Марьину Горку в Беларуси Это, друзья, на сегодняшний взгляд Наверное, единственное правильное решение Которое и в евразийском пространстве И в то же время не в прямой юрисдикции России С теми корруппированными Я бы сказал, сегодня чиновниками Которые находятся просто в состоянии агонии В связи с теми внешними факторами Которые сегодня происходят А Беларусь это все-таки более-менее стабильная система И сегодня ориентированная и на партнерские отношения с Россией Очень близкие, братские И на близкие отношения с Европейским Союзом Поэтому, друзья, сегодня Беларусь Когда вы задаете вопрос, почему Беларусь Потому что на сегодняшний момент это оптимальное решение Но при этом, друзья, если кто-то может сказать Что это не несет никаких рисков Конечно нет, друзья Мы живем в непростое время Мы занимаемся непростым бизнесом Мы делаем, друзья, очень сложный сегодня проект Естественно, что является И существует сегодня огромное и огромное количество факторов Которые могут повлиять на этот проект Поэтому, друзья, мы ни в коем случае вас не обманываем Мы ни в коем случае не говорим Что вы гарантированно получите и те премии, и те дисконты Которые заложены сегодня в венчурные премии С которыми дисконты сегодня реализуются И вы входите в партнеры Единственное, что мы говорим, друзья Мы отстроили финансовый механизм Который позволяет инвестиции переводить сегодня в акционерное право Что вы как акционеры защищены сегодня международным правом И при реализации этого проекта, когда будут спрос на эти обязательства Когда начнутся приходить и дальше привлечение активных партнеров Когда начнется реализация и продажа этих обязательств Когда начнется дивиденды и прибыль от проектов То мы отстроили систему Что каждый партнер и акционер, который пришел Будет иметь к этому прямое участие И мы это гарантируем Да, друзья? Но такое количество сложнейших факторов Которые могут этому помешать Естественно, еще раз повторюсь Что говорят о том, что это высокорисковый проект И, соответственно, исходя из высокой рисковости И закладываются те венчурные премии Которые выражены в виде дискаунтов Которые может позволить себе предлагать компания И это то, что мы, друзья, говорим Что при реализации проекта Мы все вместе получим то вознаграждение На которое мы сегодня рассчитываем И, соответственно, это только наша совместная работа Которая нам, чтобы получить этот результат И сегодня у нас уже как 25 октября Когда мы проводили годовой отчет Это была демонстрация первых результатов Когда только-только закладывалась опора И только-только началась стройка на путевой структуре Сегодня, 23-24 апреля на нашем экофесте Вы сами уже поучаствуете Посмотрите, кто приедет, а кто нет Мы обязательно сделаем репортажи, отчеты И у вас будет полное ощущение Что вы были там и вы проникнетесь этой атмосферой Я могу по опыту сказать, что это неповторимая атмосфера Когда собираются тысячи единомышленников Когда собираются тысячи людей Которые направлены на именно всей своей энергии Всем своим мышлением Всем своими устремлениями на решение задачи эко-технопарка На строительство и демонстрацию Продвижение первых технологий Первых демонстрационных образцов Это, друзья, неповторимый момент Второе, очень важный момент Что я рекомендую всем, кто будет в эко-технопарке Обязательно сфотографироваться самим на фоне этих строящихся объектов Если будет возможность А там мы обязательно ее предоставим С конструкторами, с инженерами С директорами активными Которые работают и в головной компании И в Skyway Capital Кто организует это мероприятие Соотместно с компанией И если вам выдастся, удастся Это лично с Анатолием Дуарчем Юницким Это тоже, друзья, уже исторические фотографии Со своими друзьями, кто будет с семьями Потому что, когда этот проект пойдет Когда это будет активно развиваться У вас будет то, что показать своим детям, внукам О том, что вы стояли у истоков О том, что вы участвовали в развитии первых строительных участков Демонстрационных участков О том, что вы лично знали людей Которые запускали этот проект И которые участвовали в его создании Это, друзья, уже могу сказать не с каких-то слов А у меня есть фотографии Которые я раньше не придавал значения Когда мы фотографировались 15 лет назад с Юницким На первом строительстве анкерной опоры На первом подвижном составе На первых испытаниях И тогда это просто были интересные такие моменты Это была повседневная работа А сегодня, друзья, это уже исторические фотографии Это действительно фотографии, которые показывают Развитие технологии Которые показывают ее этапы становления Которые показывают причастность к этому процессу И тут мы уже на некоторых вебинарах показывали Что уже находятся деятели Которые стирают фотошопом Юницкого с фотографией С озер на полигоне И говорят, что это вообще-то мы изобразили И мы это делали Хотя были просто наемными работниками И таких нечестных просто жуликов Друзья, все будет и будет дальше Больше тут еще один Мне сегодня Виктор Бабурин переслал интереснейшее письмо Которое они получили с компанией Когда люди просто пишут и говорят Мы проанализировали вашу юридическую схему Мы проанализировали вашу юридическую чистоту И мы как юристы можем сказать Что вы обманываете народ И соответственно у вас есть два варианта Либо вы нас берете в партнеры Мы об этом никому не говорим А наоборот рассказываете Какие вы чистые и хорошие И если мы с вами не договариваемся Мы везде начинаем писать о том Что вы с юридической точки зрения Обманываете людей И вы делаете пирамиду Это просто открытый шантаж Который люди не стесняются Писать лично юницкому И предлагать такие формы взаимодействия То есть представляете Насколько цинизм шантажистов Которые говорят Что ребята мы знаем Как вам сделать Крутится одно нехорошее слово Плохо И если вы нам не заплатите И не возьмете в партнера Мы будем об этом везде говорить И здесь я могу сказать Что таким родом жуликам Или такого рода людям Что можно ответить Что два с половиной года назад Когда мы начинали И у нас не было вообще Никакой юридической схемы И когда люди приносили деньги И платили на карточки Даже не наших сотрудников А девушки Сергея Семенова И эти деньги потом уходили На строительство И на финансирование Экотехнопарка То о чем говорить тогда Юридической схемы И с той довольно таки Стройной и юридически защищенной схемой Которой отстроили сегодня Естественно она друзья Не идеальна Идеальной вещей наверное В этом мире нет вообще Но ту юридическую схему Которую сегодня выработала Юридическая команда Которая работает с Юницким И которая реализуется Она конечно друзья Как нет земля Отличается И я могу сказать Что она дальше Также будет совершенствоваться И задача в том Чтобы все инвесторы Все инвестиции Были защищены И при реализации проекта Они получили Те венчурные премии Венчурные обещания Которые сегодня закладывают То что есть наверное Какие то тонкости Или есть какие то прорехи Это друзья Наверное что сегодня Можно это использовать Для того чтобы шантажировать Юницкого Чтобы шантажировать команду Нас всем Наверное друзья Это тоже можно делать Но как я сегодня отвечаю И вам всегда рекомендую Я показываю сразу Строительство экотехнопарка И говорю что Вот основные инвестиции И это ответы на все остальные вопросы А как здесь пишут дальше Огородом пошел Абсолютно правильно Я могу сказать Что такого рода шантажистов А их друзья еще возникнет Очень много И среди чиновников Когда нарисуются потом Налоговые инспекторы Убэповцы Участковые Я даже не знаю Просто в нашей стране Трудно сегодня назвать Кто от пожарника До еще какого-нибудь Санэпидент станции Которые придут И будут утверждать Что мы им должны За то что мы что-то создаем Это друзья Наша реальность Это наша жизнь Это то государство Которое отстроили чиновники Которые 15 лет Сосали трубу И сегодня неожиданно Попали в ситуацию Когда сосать нечего Когда вроде что-то бежит Но надо еще рулить Страной И оказывается Есть пенсионеры Оказывается Есть армия Которая Надо делать Оказывается Еще очень много функций Которые связаны Не только С тем что Деятельность заключается В сосании трубы И я это специально Друзья говорю Очень с таким Четким нажимом Потому что То что сегодня происходит В итоге Управление страной Это реально Нормальными словами Не назовешь И та паника Которая возникла С падением цены на нефть Потом буквально Три недели Четыре Цена поднялась Оказывается Все ждали О том что мы убедили Весь мир сократить добычу При этом Сама Россия вышла На исторический максимум За всю историю Нефти добычи И при этом Мы вышли на максимум Добычи 545 миллионов тонн И говорим А вот теперь Давайте весь мир Ограничим И почему-то странно Удивляемся Когда Саудиты У которых Себестоимость нефти В 10 раз ниже Чем в России Отказывается Что 30 У нас не то что 20 У нас и 10 долларов За баррель нефти Устроит цена И мы будем ее проводить И мы вас Сегодня Русских И Венесуэлу Подвинем С рынка Европы Как вы в свое время Дипинговали И выгнали Иран А потом Саудовскую Аравию И здесь С точки зрения Бизнеса и конкуренции Друзья Очень странно Выглядят наши чиновники Которые этому Удивляются И говорят Что у нас Кризис в стране Из-за того Что саудиты Не хотят с нами Договариваться Ну как-то странно Что ни в Европе Ни в Китае Ни в Америке Никакого кризиса нет Наоборот Везде идет падение Цены на бензин Идет увеличение Прибыли тех Кто потребляет Энергоресурсы И только в России За 15 год Когда цена на нефть Упала больше Чем в два раза Было 8 Повышение цен на бензин 8 Интересная ситуация И дальше 1 апреля Цена еще повысилась Порядка на 10% Когда цена на нефть В очередной раз падает Я вам могу сказать Это четкая Сегодня показатель Того Как эти сосуны Как эти деятели Которые сидят на трубе Сегодня рулят страной И неожиданно До себя обнаружили Что рулить страной И рулить трубой Это абсолютно разные вещи И в этом плане Друзья Вы наверное заметили Что у нас был определенный сленг Наш Когда мы очень долго Весь 15 год говорили Строй скайвей Спасай Россию И так далее Сегодня друзья Вы заметили Мы дальше перешли На это Для нас сегодня Основное понятие Это строй скайвей Спасай планету Потому что сегодня В той интегрированной среде В том общем доме На котором мы сегодня живем На планете Земля Нельзя говорить Что интернет может развиваться Только в отдельной взятой стране Это общая планетарная система Это среда И как интернет убрал Границы между странами Между людьми Мы сегодня абсолютно спокойно общаемся И у нас сегодня 47 стран Это люди которые в основном Русскоговорящие И не только уже Являются партнерами проекта Скайвей Точно так же Транснет Через 3-5 лет Начнет убирать границы И будет абсолютно менять Тот мир Который сегодня Кажется нам Сегодня изменный И он уберет Этих горе чиновников Которые занимаются Только воровством Граблением И сосанием трубы Ни о чем не представляют Он уберет Тех жуликов Которые сегодня Понимают Что дороги Это обогащение А не безопасность И сегодня Когда в России 36 тысяч человек Гибнет на дорогах И половина Этих смертей Это на совести Тех чиновников Которые не ремонтируют И заставляют нас Ездить сегодня По крайне опасным Неосвещенным Непредсказуемым Трассам И 150 тысяч человек Которые становятся По их вине Инвалидами Это тоже друзья Время за которое Надо И за которое Придет время Когда народ Начнет спрашивать И если мы И если мы пока Все молчим Это заключается Только в том Что не пришло Время Сегодня задать Вопросы И мы друзья Как раз Не занимаясь Политикой Не занимаясь Каким-то полным Отрицанием У нас всегда Есть четко Своё понимание И мы друзья Как раз Те Кто реально Делает Мы те Кто не убеждаем И не говорит Что мы правы Мы убеждаем И мы призываем Только своих сторонников И мы говорим Если вы Хотите изменить Этот мир Если вы Хотите Чтобы в России Не гибло 36 тысяч человек Это в два раза больше Чем за 10 лет В Афганистане Во время войны В Афганистане Погибло И 150 тысяч человек Не становилось Инвалидами Соответственно Друзья Давайте этот мир менять А что для этого Надо делать Подсоединяйтесь К проекту Skyway И строй Skyway Спасать планету Это не пустые слова Мы переведем Весь транспорт На возобновляемые Источники энергии Мы уберем Сегодня Миллиарды Тон Которые сжигаются И выбрасываются В атмосферу И опять же Сегодня Очень смешно звучит Когда На прошлой неделе Правительство Объявило о том Что оно присоединяется К Парижской конвенции И мы будем снижать Парниковые Выбросы Берем на себя Определенные Обязательства И при этом Увеличиваются Выбросы От Тепловых Соответствий Увеличивается Количество Автомобилей У нас низкие Стандарты По сжиганию Топлива И все Плечами Пожимают Да Мы присоединиться Хотим Только не знаем Как это сделать Так вот Друзья Они не знают Мы знаем И ответ В этом один Строй Скайвей Когда Будет реально Подвижной состав Когда реально Будут перевозиться Миллиарды Тон Грузов И миллиарды Пассажиров И при этом Не будет сжигаться Ни одного Литра Бензина Соответственно Это абсолютно Новый подход Это абсолютно Новая Цивилизационная Парадигма И когда мы говорим Что у нас Не техногенная Технология А экогенная Технология Так это как раз Друзья Говорит о том Что мы делаем Следующее Цивилизационное Развитие Мы делаем Шестой Технологический Уклад Ядром Которым Является Технология Инженера Юницкого Скайвей И этот Скайвей Отвечает На очень Многие Вопросы За этим Пойдет Следующее Направление Целое Как мы это Называем Гроздь Или Направление Новых Технологий Которые Также Сегодня Разрабатывается В конструкторском Бюро В научной Школе Юницкого Которую Мы назвали СкайТек То есть Это Группа Технологий Которая Затронет Практически Все Аспекты Нашей Жизни Это И Нанофотоника То есть Передача Световых Сигналов Которые Будут Зашиты В путевую Структуру И мы Будем Передавать Очень Быстро Качественно Огромное Количество Сигналов Без Спутниковых Ретрансляторов Это Революция В следующем Клянке Будут Создаваться Компьютеры Накопители Уже Не на Электромагнитной Основе А на Основе Световых Колебаний Это Новое Направление Но У них Сегодня Нет Транспортировки У них Сегодня Нет Коммуникаций Это Дает Как раз Сегодня Скайвей Дальше Будет Возникать Экологическая Форма Расселения Когда Мы Будем Жить Не В Этих Безумных Муравейниках Не В Этих Безумных Сегодня Городах Мы Будем Жить Каждый На Природе У Каждого Будет Свой Дом И Как Сегодня Юницкий Показал В Репортаже Еще Со Своим Огородом На Крыше Где Будет По Технологии SkyTech Скайлэнд То есть Небесная Земля Это Действительно Земля Которая Той Лабудой Которая Сегодня Продается И Делается Потому Что Те Кто Маленьких Детей Вы Знаете Что Сегодня Такое С Аллергией И Чем Сегодня Кормить Детей Это Просто Реально Беда И Это Беда Которая Сегодня Преследует Всю Цивилизацию Потому Что Мы Непонятно Что Едим Непонятно Что Пьем Непонятно Чем Дышим Потом Все Это Травим Себя Лекарствами И Платим За Это Все Друзья Качеством Жизни Своим Здоровьем И Продолжительность Соответственно Активной Формы И Это Как Раз Друзья То Что Изменит Скайвей То Что Изменит Скайтек И То Что Изменит Шестой Технологический Уклад И У нас Очень Много Друзья Сегодня Разговоров Я В чатах Очень Много Читаю У нас Очень Много Разных Людей Особенно Которые Наслушались Всякой Билиберды Я Могу Сказать Просто Бреда По поводу Всемирного Правительства О том Что Кто-то Нас Хочет Втоптать Закопать Сгноить Или Еще Что Нибудь Сделать С Русским Или Народом Друзья Я Могу Сказать Мы Сами Позволили Сегодня Дармоедам Которые Делают Эти вещи Творить И Никакие Тут Никакое Могу Оставительство Здесь Ни при чем Пока Мы Сами Не Возьмемся И Не Будем Делать Порядок В своем Доме Никто За Нас Его Не Наведет А Что Такое Сегодня Порядок Это Реально Делать Реальную Страну С Модернизацией Делать Реальную Промышенность Создавать Реальные Рабочие Места И Создавать Реальные Бизнесы На основе Новых Технологий Потому Что Цивилизация Она Подразумевает Создание Новых Технологий Цивилизация Она Подразумевает Постоянную Модернизацию Если Вы Остановились Хотя Б На День На Два Вы Уже Начинаете Выпадать И Становиться В цивилизации Аусайлером И То Что Мы Сегодня Делаем Мы Стоим Друзья На Острие Мы Сегодня Делаем Новую Науку Мы Сегодня Делаем Новую Экономику Мы Сегодня Создаем Самые Капитализируемые Корпорации Компании Которые Будут Дальше Капитализировать Интеллектуальную Собственность И Естественно Что Разработчик И автор Инженер Юницкий Как и Всегда У каждой Идеи Есть Свой Автор Есть Тот Кто Это Развивает Делает И Внедряет И Сейчас То Время Когда От Концепции До Внедрения Все Свелось К одному Поколению И У Юницкого Появилась Возможность Из Разработчиков Из Изобретателей Из Тех Кто Дал Сначала Концепт Транспорта Потом Перерасти В Генерального Конструктора А потом Друзья В Генерального Директора Человека Который Возглавляет И Создает Бизнес Который Капитализирует Интеллектуальную Собственность Это Друзья Уникальная Вещь И Она На Сегодняшний Момент Тоже Впервые И Мы С Вами Друзья Участвуя В процессе Крауд Инвестинга Мы Создаем Команду Мы Создаем Крауд Инвест Проводящую Систему Которая Реализует Этот Проект И 23 24 Апреля Друзья У нас Будет Уникальная Возможность Посмотреть На Все Это Своими Глазами Сфотографироваться На фоне Строющихся Этапов Это Никакой Друзья Не Пафосные Мероприятия Когда мы Показываем Что Что Делается Это Абсолютно Промежуточное Мероприятие Это Подготовка К Октябрю Когда будет Действительно Демонстрация Когда Действительно Будет Уже Показаны Элементы Технологии И Ее Преимущество Над Конкурентами И конечно В октябре Будет намного Важнее И намного Серьезнее Годовое Уже И собрание И годовой Отчет И соответственно Работа Уже трехлетие Проект Skyway А на сегодняшний Момент Друзья Это Праздник Это Встреча Это Поздравление Юницкого С днем рождения Это Встреча Единомышленников Поэтому Друзья Если будут Какие-то Накладки Вы уж Не обессудьте Потому что Готовят Это Сотрудники В отрыве От своего Основного Производства Сотрудники Конструкторского Бюро Мы по мере сил Своим Помогаем Поэтому Друзья Давайте Ко всему Относиться Спокойно По Skyway Если Где-то Что-то Будут Ошибки В списках Будут Какие-то Накладки С Информационным Обменом Друзья Давайте Спокойно Я всегда И вся команда Директоров Будет Там Обращайтесь Смотрите Будем все Решать Нерешаемых Вопросов Нет И Соответственно Друзья Еще раз Призываю Кому Что Это Праздник И Соответственно Не портите Настроение Себе Другим Хотя допускаем Что определенные Накладки Могут Быть Но Еще раз Рекомендую Всем Обязательно Сфотографироваться Потому что Я на дневном Вебинаре Показывал Фотографию Которую Настройки Алексей Если найдешь Покажи фотографию Которую мы Делали с Юницким На первом Этсам То есть Когда Раньше Это было просто Как Интересное Строительство А сейчас Это уже Друзья Исторические Фотографии Которые Действительно Показывают И элементы Той технологии Которые Строили Сопричастность К тому процессу Сопричастность К развитию Скайвэя Ну а друзья Сегодняшний наш Вебинар Перед 23-24 Апреля Естественно Мы будем О Да Вот фотография Видите Конечно Извиняюсь Что я сейчас Не такой худой Как был раньше Этой фотографии Все-таки 16 лет Вот За это время Много что И в жизни Изменилось И мне уже Тогда Там не 30 лет А 46 Но тем не менее Друзья Это Это действительно Исторические Факты И сегодня Это Уже Демонстрация Того Что То что Мы делали И то что Команда Юницкого Юницкий Как генеральный Конструктор Реализовывал Это уже Было сделано Сегодня Друзья Это Другой уровень Это другой подход У нас К сожалению 15 лет назад Не было Такой армии Союзников Не было Такой поддержки Поэтому Когда Вандалы Уничтожили По непонятным причинам И непонятные люди Непонятные вандалы Но После поддержки Президента Медведева Каким-то странным образом Полигон В озерах Под Москвой То Кроме Кучки Энтузиастов Некому Было Защитить Этот проект Сегодня Друзья Нас 300 тысяч И Как мы Говорили К концу Года Наше Количество Далеко Перейдет За миллион И даже Когда будет Прекращен Крауд Инвестинг С точки Зрения Скайвея У нас Готова Целая Программа Которую Мы Предложим Для наших Партнеров Для наших Друзей Для того Чтобы Дальше Работать Развивать И в том числе Уже Зарабатывать На Венчурном Финансировании Тем более Друзья У нас Будет За спиной Такая Мощная Уже Сказал Аргументация Что мы Запустили Скайвей Потому что Это друзья Будет Очень Дорогого Стоить И это Будет Не далее Чем Октябрь Месяц Ну вот Друзья Я передаю Слово Так Вы когда-то Обещали Приглашать Известных Людей На Вебинар И помните Естественно Друзья Я ни в коем Случа И я просто Даже Приоткрою Договорился И первые Люди Которые Это Я обязательно Договорился Уже О встрече С Игорем Петровичем Волком Вы его Все видели Потом У меня обязательно Будет встреча С Крикалевым Сергеем Это человек Который Больше всех Провел В космосе Ну еще Наверное Тоже Не раз Звучало С Леопольдом Игоревичем Соответственно Леонтьевым Который Является По Легированию Стали Я тоже Думаю Что в течение Мая Мы проведем Интервью Их отношение К Skyway Еще готовится С рядом Очень Системных Людей Но тут Я уже Вам говорить Не буду Это просто С кем Уже Договорились И кто Дал Согласие Кто Будет Участвовать Про остальных Людей Для вас Будет Каждый раз Сурпризом Но Эта работа Обязательно Будет Вестись Я думаю Что Мы ведем За практику Что Хотя Раз В Две Недели Если Не радовать То Во всяком Случай Удивлять Теми Людьми Которые Будут Подсоединяться К Проекту Skyway Так Ответил Я наверное На этот вопрос Срок службы Отпоры Подвесной Конструкции Друзья Это Технические Вебинары Смотрите 100 вопросов 100 ответов Это Сегодня Давайте Набирать Такие Вопросы Все Технические Вопросы Ответы А я как всегда В конце Еще Подведу ряд Определенных Ищей И мы с вами Наметим Что нас ожидает В самое ближайшее Время Алексея Я думаю Что в этой аудитории Представлять Уже не надо Поэтому Алексей Тебе слово Благодарю Сергей Анатольевич Здравствуйте Дорогие друзья Тех Кого видел На Вводном Технико-экономическом Вебинаре Кого не видел Еще Всех Приветствую До скорых встреч Кто Посетит Эко Фестиваль Обязательно Увидимся Вживую Но Я скажу Что Уже По опыту Проведения Компании Допустим Открытия Нулевого Километра Уже Действительно Можно было Потеряться Потеряться В толпе И Дорогие друзья Это Говорит о том Что Наш проект Развивается И Те Люди Которые Желают Присутствовать Эко Фестивали Их Будет Чуть-чуть Меньше Чем 500 Человек Это По записи Но Естественно Приедут Люди Которые Пожелают Участвовать В данном Событие В данном Мероприятии И Так Скайвей ЗАО Струнной Технологии Лично Анатолий Эдуардович Юницкий Намерен Чтобы Максимальное Количество Людей Все же Увидели То Естественно Даже К Таким Людям Будет Оказываться Лоя Отношение Но Естественно В будущем Хотелось бы Чтобы Уже После Генеральной Репетиции В октябре У нас Все было Знаете Как На Международных Фестивалях Нам и господа Я думаю Что Мы Дорастем И Возможно Это Войдет В традицию Не то Что мы Дорастем Мы Точно Дорастем До этого Уровня Возможно Это Войдет В традицию Именно Проведение Таких Глобальных Международных Фестивалей Как Сейчас Проводит Альфа Банка Это Альфа Фьюджа Пипл То есть Там Как раз Есть Место Для Высоких Технологий Для Прорывных Технологий И Я не удивлюсь Если Мы Будем Организовывать Такие Фестивали Именно Сами Потому Что Кто Если Не Мы На самом Деле И Дамы Господа Я Сегодня Хотел Бы Остановиться На Такой Интересной Важной Теме На Дневном Вебинаре Я Остановился Потому Что Многие Люди Путают То Что Сколько Длится Вообще Строительство Экотехнопарка Именно Строительство Путевой Структуры И Я могу Сказать Что Строительство Длится Сентября Это Чуть Больше Полугода И На самом Деле Дамы И Господа Вот За этот Переход Я могу Сказать Что Было Создано И Было Достигнуто Фактически Невозможное И Более Того Количеством Людей Научно-производственном Конструкторском Предприятии Чуть Больше 200 Людей И На момент Развития Единственным Сотрудником Начала Развития Был Анатолий Эдуард Чуницкий Далее Начало Формирование Научно-производственное Конструкторское Предприятие Оно Начало Обрастать Соответственно Своими КБ Своими Начальниками КБ И Сейчас Это Чуть Больше 200 Людей Которые Работают Над Технологией Которые По идее Должны Выводить Соответственно Вот По Общепринятым Стандартам Рамкам Тысячи Людей Но На сегодня Если 200 Людей Могут Создавать Такую Технологию То Как раз Таки Когда Нам потребуется Тысяча Людей Тысяча Людей Это Будет Уже Сеть Транснет Сеть Адресных Проектов И Строительство Технологии Скайвей Действительно По всему Миру Но Ближе К теме Моего Выступления К слайдам Я Подготовил Небольшую Так скажем Аналитику И Отчетливо Конкретно Ясно Каким Образом Допустим По Сравнению К примеру С метро Даже Технология Скайвей Строится Намного Быстрее И Дамы и господа Я приведу Строительство Сколько Допустим Потребуется На Один километр Туннелей Одну Станцию Выход С эскалатором И так далее То есть Сколько Потребуется На строительство Инфраструктуры Метро Как Вы думаете На самом деле Средняя Скорость Строительства Это 200-300 Метров В месяц То есть Это фактически В районе Несколько Десятков Метров В сутки Естественно Это Зависит От Сложности Строительства Это Зависит От Скорости Проходки То есть Определяется Глубиной Заложения Не Не только Глубиной Сколько Грунтами Гидрогеологическими Условиями Способом Проходки Через туннели И так далее Но Что касается Технологии Скайвей Нам Даже Не потребуется Геологоразведка Как таковая Потому что Как я сказал На водно Техникоэкономическом Вебинаре У нас Возможно К строительству Технологии Опоры И Соответственно Вся Транспортная Инфраструктура Скайвей На любом Типе Рельефа И местности И это Дамы и господа Это действительно Находка Для тех Регионов Тех мест Которые Труднодоступные И трудно Осваиваемые На данный момент И Соответственно Вот Если говорить Про стандарты Во времена СССР Мне не Посужилось Так скажем В таком Вот именно Уже Трудоспособном Дееспособном Возрасте Как сейчас Допустим Жить Я был Гораздо Молод И хотел бы Посмотреть На ту Научную Систему Научную Концепцию Я думаю Что Анатолий Эдуард Чуницкий Взял Все лучшие Качества Из советской Системы Образования Из советской Системы Наукообразования И Приведу Простую Цифру По нормативному Системы Станции Буквально Мелкой Это 36 Месяцев Разделим На 12 Это 3 Года И На самом Деле Дамы и господа Это вот Стандарт Который Имел Место Быть У нас Соответственно Позиционируется Что Путевая Структура Будет Строиться Примерно 1 Километр В сутки Как минимум Это если Будет Один Отряд Строительный Отряд Идти А представьте Если Они будут Идти Друг Другу Навстречу А представьте Если Они В разных Точках Начинают Строить Одновременно То есть Я даже Не могу Предположить На сегодняшний День Насколько Увеличится Скорость Строительства Но Одно Я могу Сказать Что Сеть Транснет Будет Развиваться Намного Быстрее Намного Эффективнее И Намного Массово Чем Развивалась Сеть Интернет И Дамы и Господа Вот Если Сравнивать С метро Причем Как бы Это Наиболее Быстрое Строительство На сегодняшний День В мире Именно Что касается Метро Аналитика Не так Давнишняя И Я могу Сказать Что Действительно И при Скорости Перемещения Метро Также Вот Московское Метро Самое Быстрое В мире Это 30 Км Час И Дамы и Господа Хотели бы Вы Перемещаться 120 Км Час На втором Уровне Не в Метро И Как Неоднократно Утверждал И доказывал Анатолий Эдуард Чиницкий Что Метро Безопасно Находиться Только Несколько Секунд А потом Это Уже Чисто Психологически И Физиологически Опасное Нахождение Под Землей Вторая Транспортная Инфраструктура Которая Я хотел бы Привести Аналогию Это Монорельс Тоже Конкретные Факты И Конкретные Так скажем Конкретика Более чем Железобетонная По Строительству Монорельсовой Технологии То есть Если говорить Про Монорельс В Москве То Восьмом Году И Многие По Незнанию Либо По Такой Вот Именно Похожести С виду Именно Для новичка Сравнивают И Я не побоюсь Этого слова Сравнивали И чиновники С которыми Мне доводилось Уже Общаться Развивая Проект Skyway Более Двух лет Я развиваю Проект Skyway И Я был Вначале Удивлен Но потом Потому что Многие Чиновники Которые Находятся На руководящих Постах Естественно Не разбирается В трамках Естественно Не разбирается В каких-то Технических Моментах И Аспектах И сравнение Вообще Вот С монорельсом Не может Идти Ни в какие Рамки Именно Я говорю Про технологию Skyway Потому что Да Может быть С виду Это как-то Похоже Но По эффективности Монорельс Вообще Похоже Себя Никогда Не окупит В Москве И Его сейчас Проще Разобрать И построить Там Действительно Трассу Минимальную Трассу Skyway Но Естественно Пока что Этого Никто Не будет Делать Все Ожидают Демонстрацию И сертификацию Чтобы Максимально Очевидно Уже Безрисково Когда будет Пользоваться Я думаю Весь мир Уже построят Не по одному Адресному Проекту Скорее Сего Начнут Задумываться Об этом И Если говорить Про монорельс В 98 Году Началось Проектирование Проекта Если говорить Про наш Эко Технопарк То В конце 2014 Года Началось Соответственно Проектирование Если Быть Точным То Сейчас Вот я Свой файлик И сброшу Вам обязательно Этот файлик По хронологии Событий Я могу Сказать Что 2000 В мае 2014 Года Был Создан Научно-производственный Конструкторский Центр Предприятие В городе Минск И Единственным Сотрудником Являлся Генеральный Директор Генеральный Конструктор Юницкий Анатолий Эдуардович Если Говорить Про дальнейшую Хронологию То 16 Апреля Мы Получили Соответственно Уже В полной Мере Землю И В сентябре Как раз Таки Мы Вышли На строительство Это Прошло Всего Лишь Полгода Дамы И Господа Напоминаю Это Очень важный Момент Который Стоит Осознавать И Стоит Понимать И Представьте Если С 98 По 2004 Четвертый Год Соответственно Монорель Строился Это Фактически 6 Лет Строился Чтобы Построить Какой-то Небольшой Отрезок И Не такие Совершенные Станции Дамы Господа Потребовалось 6 Лет И Так Вот Уже Ближе К делу Перейдем К сравнению По Скорости С Высокоскоростным Транспортом И Естественно Китай По Программе 4 на 4 На самом Деле Китай С 2000 Годов Развивает Активно Высокоскоростное Направление Почему 4 на 4 Это По 4 Направления Север Юг И Восток Запад Одновременно Они Развивают И Если Говорите Про Адресный Проект Их Уже Вот Этой Терминологии Я абсолютно Привык И Также Посмею Назвать И Их Проект Адресным То есть Это От Столицы Кина До крупного Северокитайского Мегаполиса Харбина Построили Всего За 7 Лет То есть С 2007 По 2014 Год Чуть Чуть Больше Чем За 6 Лет Построили Монорельс Естественно Тут Речь Идет О 1000 Км И Если Говорить Про Пекин Шанхай То За 4 Года Почти В 1500 Км Была Произведена Высокоскоростная Магистраль То есть Вот Эта Трасса Но Есть Такой Нюанс Который Мы На самом Деле Избегаем И Так как У нас Будет Собственное Производство То что Как раз Таки Подвижные Составы Скоростные Китайцы Вынуждены Поставлять Из Европы Северной Америки Японии Японии То есть Это Бомбардир Это Элстом Это Сименс Это Кавасаки И Другие Естественно Как бы Они Выкупают Право Обладания Данными Подвижными Составами Тратиться Особо Им Потом Не Приходится Потому что Так же Сопровождалась Это Передача Технологий Что В нашем Случа Естественно Не Будет Естественно Китайцы Синицируют Свои Адресные Проекты По Технологии Скайвей Естественно Они По своему Пути И По которому Уже Не раз Прошли И Я Этому Не удивляюсь Потому что Они умудряют Скопировать Даже Военного Назначения Ракет Китают Они Летают И Функционируют По сравнению С российскими Неизвестно Но Они Копируют Более того У них Есть Свой Спрос Но Естественно Технологию Скайвей Будет Максимально Сложно Скопировать Потому что Нашей Операционной Системой Как раз Таки Является Сама Путевая Структура В которую Зашиты Силовые Кабели Оптоволокно Как говорил Сергей Анатольевич Более Различных Мобильных Частотных Сигналов Наши Юнибайки Юнибусы И так далее Обладают Системой Машинного Зрения То есть Это Сеть Различных Камер Совершенно Огромного Спектра Назначения Это Фактически Чувствовать Наш Будет Подвижной Состав Что Будет Препятствовать Его Движению И Соответственно Контролировать Ситуацию Внутри Контролировать Ситуацию При Приходе На станцию И Враг Как говорится Не проникнет На территорию Скайвэй И Если Прийти Конкретики Дамы и господа По Уже Вот Непосредственно Скорости строительства То есть Вот Вспомним Полторы тысячи Километров Умножим Соответственно Четыре года На 365 Это Получается 1460 И Полторы тысячи Разделим На 1460 Это Получается Примерно Один километр В день Один километр В день При Максимальной Скорости Строительства Так как Естественно Китайцы Попытались Освоить Максимальную Скорость Строительства У нас Это будет Как минимум Один километр А то и 500 метров В сутки Так как Друг на Друг на друга Смогут Строительные Отряды Идти И соответственно Ускорять Скорость Строительства Но С помощью Промышленных Лазеров И так далее С помощью Усовершенствования Технологической Оснастки С помощью Даже Вот Создания Нашего Инновационного Бетона Что это Уже Прошло Года Это Абсолютно Не так Если Взять С технической Документации То Да Можно Говорить О сроках Больше Года Но Сам Экотехнопарк Строится Всего Лишь Какие-то Чуть Больше Полгода И это Огромная Скорость Строительства Дамы и Господа Огромный Потенциал И Полностью Выкладываются Все Специалисты Научно-производственного Конструкторского Предприятия Потому Что Там Гений Своего Направления Каждый Является И Анатолий Эдуард Еще Ницкий Неспроста Выбирал Специалистов Не с первого Собеседования И Многие Отсеялись Как и на нашем Проекте Дамы и Господа Как говорится Мы Не бежим Спринт Мы бежим Марафон Не на короткую Дистанцию Но на долгую На длинную Дистанцию И До Конца Возможности Финансирования Дошли Именно В активном Развитии Проекта Не все Люди Дамы и Господа И это Нормально Потому что Это проверка Временем И Я действительно Горжусь Теми Людьми И в первую очередь Гордость Распирает за Сергея Анатольевича Сибирякова Который Более 15 Лет Занимается Развитием Проекта Skyway Я горжусь Что я развиваю Такой проект В котором Действительно Уже Фактически Три сотни Тысяч Людей По всему Миру Развивает Данную Идею Данную Технологию И следует Слогану Что мы Действительно Объединяем мир А не Разъединяем Мы объединяем Целые континенты И Анатолий Анатолий Юницкий Как Основоположник Как Родоначальник Этого Действительно Воистину Мирового Движения Не побоюсь Этого слова Потому что Жак Фреско Заложил Ранее Мировое Движение Проект Венера У нас У нас Это Это Абсолют Реалии Инженерные Расчеты Инженерное Воплощение В железе В металле В В В Различных По Полимерах И так далее И Соответственно То что Мы Увидим В октябре Уже Это действительно Поедет Это будут Первые Юнибайки Это будут Первые Юнибусы И Это будут Действительно Красивые Сооружения Транспортного Назначения Но красивые Они не потому Что это промышленный Дизайн А потому что Так было Рассчитано И Так как Многое Бралось С Природы Анатолия Эдуардовича На самом деле Очень Экогенными Технологиями Получились Наши Подвижные Составы Наша Путевая Структура И наши Станции Которые Будут Зеленым Насаждением И На самом деле Дорогие Друзья Я могу Сказать Что те Люди Которые Постоянно Развивают Проект Skyway И Находятся В информационном Поле У них Появляется Новая Надежда Что Действительно Этот мир Может Поменяться И Я думаю Что В будущем Мы докажем Что мы Не просто Объединяем Мир Но И тот Слоган Который Использовали Многие Хайпы Пирамиды И так далее Что они Типа Меняют Мир Но Действительно Технология Skyway Как раз Таки Может Поменять Этот мир Дорогие Друзья Самое Интересное Что мы Это С вами Сделаем Строй Skyway Спасай Планету И Дай Дорогу В мир Транснету Сергей Анатольевич Вам Слово Да Алексей Спасибо Ну Как Вы Видите Алексей Всегда Такой Очень Интересный Мне Нравящийся Взгляд На Определенные Вещи То есть Как Он Проводит Аналитику Мне Вообще Очень Нравится Вместе С ним Работать И Вести Вебинары И Дальше Мы С ним Создаем Сейчас Очень Интересные Серьезные Вещи Уже Связанные С Запуском Адресных Проектов С Одним Нашим Тоже Очень Активисты Задавали Вопросы По Адыгеи По моему Правильно Посмотрим Вопрос По Адыгеи Значит Я На Следующей Неделе Скорее Всего После Экофеста Сразу Полечу В Грозный У нас Там Очень Интересная Идет Работа Сейчас И мы С Руководством Республики Договорились Сейчас О Создании Конкретных Адресных Проектов На Северном Кавказе И это Тоже Такое Будет Первое Направление Также На Экофестивале Мы Подпишем С вероятностью Очень Большой Потому что Алексей Проработал С администрацией Красноярского Края С юристами Компании Мы Скорее Все Подпишем С управляющей Компанией Которая Создана Уже На Красноярском Крае По Запуску Четырех Конкретных Адресных Проектов Конкретная работа И дальше Мы ее будем Дублицировать Мы активно Тут задавали вопрос По Самаре Администрация Самары Скорее всего Кто-то будет На фестивале Но мы еще Пока не Подошли К такому Согласованному Варианту По Писанию Соглашений Но я думаю Что в ближайшее Время Мы тоже Закончим Но вообще Друзья Это Старт И пойдет Везде Сейчас Очень Очень Активно Вот И при этом Друзья Ни в коем Разе Не надо Скажем так Сейчас Особенно Наши Некоторые Горячие Головы То есть У нас Сейчас активно Начинается По Монголии Проект Мы давно Уже Прорабатывали И сегодня Наши Партнеры Которые Сегодня Обеспечивают Финансовую Систему Именно По Взаимодействию С крупнейшими Фондами И банками Они имеют Влияние На руководство И очень Хороший Контакт С президентом И премьер-министром Монголии И Прямо Ближайшие Наверное Месяц-два Готовится Поездка Уже К Анатолу Довичу Яницкого Как президента В Монголию Именно Как президента Компании Для подписания Соглашения По Освоению Таланта Толгойского Месторождения Коксующегося Угля С применением Технологии Skyway И Этот проект Тоже Сейчас Обсуждается Уже Именно В среде Профессиональных Инвесторов В среде Тех Кто Работает В рынке Сегодня Металлургии И это Тоже Проект Который Будем По мере Того Как он Будет Развиваться И наши Партнеры Будут давать Это уже Бизнес Проект Будут Нам Давать Информацию И давать Согласие На раскрытие Определенной Информации Мы будем О такого Рода Проект Показывать И рассказывать У нас Активный Проект Сейчас Идет И в Боливии И в Африке В Глине И в Канаде Сейчас И в Израиле Там Тоже Сейчас Активно Готовится К регистрации Запуска Управляющая Компания Которая Рассматривает Строительство Первой Трассы Лата И именно Уже С применением Целого Комплекса Технологии Skyway Это и Линейный Город И Наша Skyland То есть Земля Которая Будет Плодородная Которая Будет Превращать Эту Пустыню В цветучий И Соответственно Разные Виды Транспорта И скоростной И городские Юнибайки И легкие Юнибайки И Сейчас Друзья Я думаю Что Мы как Участники Проекта Должны И только Радуемся За то Что Эти проекты Сейчас Идут А Очень Активно Сейчас Прорабатывается Бизнес План И Презентация Для Руководства Вьетнама По Проекту Ханой Хошимин Эта Трасса Позволяет Генерировать Более Миллиона Человек В сутки Пассажиропоток На расстоянии 1200 Километров Естественно Что это будет Интереснейший Проект Мы Также Готовим И здесь Я думаю Друзья Что Не будет Никакой Неревности Тем более Каких-то Ура Патриотических Вещей Что Где-то В Монголии Во Вьетнаме В Гонконге В Тель-Авиве В Гвинеи В Канаде Это развивается А в России Нет Друзья Проект Пойдет Везде Где будут Сосредоточены Одновременно Все условия И сегодня Вот я Рассказывал Я съездил На презентацию Проекта В Санкт-Петербург Встретился С руководством Города С вице-губернатором Игорем Сминяевым Который отвечает За это Там Со всей Комитет По градостроительству Доложил Посмотрел Друзья Я вам сразу Могу сказать С таким болотом С такими чиновниками Мы далеко не уедем И Если говорить Что Куда дальше ехать И о чем Деть презентовать В Монголии Во Вьетнаме Или в Санкт-Петербурге Друзья Я могу сказать Что на сегодня В Санкт-Петербурге Делать нечего Тот сброд Тот болото Которое там сидит Они реально Обсуждают Как им копать Еще станции метро Которые они Замораживают Жидким гелием Как им откачивать Сегодня по миллиону Кубов воды И соответственно Это они могут обсуждать А новые инновационные системы У них просто Мозгов для этого нет И второе Чего у них нет Это желание Сойти с того бизнеса На котором они сегодня Сваивают И заняться реальным делом Поэтому мы разработали Интересный проект Северная жемчужина Который может стать Ну таким Центральным проектом Для всего Туристического бизнеса Санкт-Петербурга Но друзья Я могу сказать Что обсуждать Сегодня В администрации Санкт-Петербурга С чиновниками Которые напрочь Там все Занимаются Только бизнесом И набиванием Своих карманов Не с кем И единственное Вот я могу сказать Что надежда В чем Что Юницкий С командой В отближении Четырех месяцев Очень плотно Отработал с Минтрансом И Минтранс признал Технологию Инновационную И эту технологию Сегодня Руководство Минтранса И заинтересовано И признает И то что В ближайшее время Полтавченко Как губернатор Санкт-Петербурга Уйдет в отставку То есть по состоянию здоровья Он к сожалению Больной человек И на его место Придет Максим Соколов Это сегодняшний министр Транспорта Довольно таки Интересный молодой парень И вот может быть Тогда Мы будем дальше Двигать этот проект И дальше Будем продвигать Но это опять друзья Непредсказуемо То есть у меня были Предположения о том Что вице-губернатор Отвечающий за эту отрасль Которого я знал Под именем Игорь Слюняев А сегодня это Игорь Албин Что-то поменялось Или он может Что-либо размышлять Сегодня я могу сказать В администрации Санкт-Петербурга Разговаривать не с кем Поэтому В Санкт-Петербурге Нам непонятно Когда пойдет проект В Самаре Мы проработали Сделали тоже сейчас Этот процесс Обсуждается Смотрится Может быть В мае Мы сдвинем С мертвой точки Этот процесс Может быть Нет Сегодня Активно Идет На Северном Кавказе И в Чеченской Республике Поддержка И мы как раз Уже туда летим С обсуждением Создания Управляющей компании Конкретных проектов По реализации Поэтому Может быть Друзья Двинется там Проект В Красноярском крае Наиболее сложились Сегодня обстоятельства И все факторы Которые там И активное сообщество Крупные бизнесмены И в администрации Сам Толоконский Его окружение Я давно знаю И люди Которые сегодня Подвижением проекта Занимаются В том числе И Газпромбанк И еще ряд структур Которые Сегодня подключились К реализации проекта Поэтому в Красноярске Сегодня складывается Очень интересно И там Кстати подключился И сегодня Крупный бизнес Уже со стороны Норильского никеля И там рассматривается Проект строительства Скоростной трассы Уже Норильск Красноярск Это тоже Друзья Все делается И таких проектов Еще будет много Много И мы ряд будем Вот уже подписывать На этом фестивале Ряд дальше будем Двигаться Вам показывать Рассказывать Но при этом Друзья Параллельно ведется Работа И по продвижению В Норвегии Подготовки соглашений И в Монголии И во Вьетнаме И опять же Друзья Я не исключаю Что сейчас у нас Появились активные Наши партнеры В Соединенных Штатах И которые рассматривают Проект строительства Линейного города В пустыне Невада И здесь друзья Я могу сказать Что Skyway Это общепланетарная Технология Мы как акционеры Мы как партнеры Проекта Заинтересованы в том Чтобы он пошел В любой точке мира И если сегодня Наши горе чиновники У них не хватает Мозгов Или желания Или еще каких-то факторов Чтобы запустить технологию Мы что будем сидеть Ждать Когда они созреют Это друзья Я могу сказать Никакой жизни не хватит Чтобы пересидеть Которые занимаются Только распиливанием И это самое Как недавно Тут посмотрел Это называется Технократическое правительство Математиков Они могут только Делить Урезать И соответственно Тащить А другие Слова Как создать Создавать Для них Это в общем-то Неприемлемо Но это друзья Мы не политическое движение Мы все За тех Кто Скайвей Кто строит Скайвей Кто объединяет мир Объединять Для кого это работа И соответственно Кто сегодня работает В созидательном плане Поэтому Я могу сказать Что У нас сегодня В отличии от всех Кто занимается И рнется сегодня В политику Нам есть чем заниматься Нам политика не нужна Наша единственная Политика Друзья Это Строй Скайвей Спасай планету Объединять Мы объединяем мир И это наша работа И соответственно Мы с вами Создали систему Где Оказать Спасильное Содействие Где каждый Может быть Соучастником И соработником Проекта Где собралась Действительно Очень интересная Команда Энтузиастов Профессионалов Людей Которые работают Каждый в своем направлении И еще Конечно Немаловажно При достижении Результатов Каждый из нас Получит Очень ощутимый Именно Финансовый результат С точки зрения Тех премий Тех венчурных дискаунтов Которые сегодня Закладываются В обязательства Компании Это друзья Наша будет Общая победа Общая реализация И здесь С точки зрения Технической Нет никакой реализации И в эко технопарке Вы сами это увидите С точки зрения Команды Профессионализма У нас тоже Отстроено делаться С точки зрения Внешних факторов Внешних проблем Внешнего воздействия Это друзья Естественно Вопрос связанный С внешними факторами Которые есть Мы на них Повлиять сегодня Не можем Соответственно Это То что Будет Определять Венчурность И определять То Как мы пройдем Вопрос Еще друзья Очень сейчас Много вопросов Задают Это связанное Со сменой дисконта То есть Именно как Венчурной Премии О том Что сегодня По мере того Как появляются Крупные инвесторы Дисконт Будет Несколько снижен И это Абсолютно Друзья Правильная Политика Когда это Будет сделано Я могу Сказать Что Скорее всего Это будет В конце Мая За май Сегодня После Эко Феста У нас Соответственно Будет Целый ряд Предложений По Выстраиванию Рассроч И дисконты Которые Сегодня Есть Высокие Дисконты Они будут Сохранены Естественно Друзья Можете Сами Еще Определять Пакеты И в капитале И в РСВ И приглашать Еще людей И здесь Вопрос Такой Что Если Произойдет То К чему Мы идем И крупные Инвесторы В июне В июле В августе Закроют Вход В корневую Технологию С точки зрения Крауд Инвестинга То Вот эти Длинные Пакеты Которые Будут Рассрочки Они Сохранятся На все Их действия То есть На 10 На год Кто их возьмет И те дисконты Которые будут Они тоже Сохранятся Поэтому Друзья Эту Возможность Надо Использовать Можете Ссылаться На Вебинар Что Вы Слышали О том Что Эти Дисконты Будут Сохранены Еще Как Минимум До Конца Мая После Вебинара После Техно Нашего Экофеста Поэтому Используйте Возможность Для того Чтобы Самим Определять Свои Финансовые Возможности И чтобы Привлекать Партнеров Которые Есть Особенно Друзья Я рекомендую Пообщаться С тем Кто Уже Давно Знает О проекте Кто Сделал Какие Инвестиции Год Назад Может Больше Сегодня Находится В состоянии Вот Им Как Раз Надо Показать Сейчас И Сохранить Своё Участие Но Опять же Друзья Чтобы Не Было Никаких Фатальных А тем Более Пессимистичных Направлений Здесь Друзья Как Говорила Моя Бабушка Дай Бог Нам Дожить До Этих Проблем Как Только Закроется Вход В Корневой Технологии С помощью Крауд Инвестинга Наш С вами Пакет Которым Мы Обладаем Он Резко Увеличится В цене Он Будет Уже Реальным Инвестиционным Пакетом За ним Будут Предлагать Постоянно Скупить И Соответственно Это Друзья Начнется Новый Этап А мы С вами Уже Как Профессиональный Венчурный Фонд Как Профессиональная Венчурная Крауд Инвестинга Система Мы С вами Будем Развивать Следующие Проекты Которые Будет Предлагать Инженер Юницкий Я Могу Сказать Что Это Будет Закладываться Они Будут Сопоставимы Со Скайуэем Поэтому Друзья Эта Работа Только Начинается А не Заканчивается Поэтому У нас С вами Еще Впереди Много И Много Говоря О тех Адресных Проектов Которые Все Дальше Будут Развиваться И На наших Глазах Будет Происходить Вся Эта Капитализация Друзья На этом Наверное Мы Сегодня Будем Заканчивать Я Надеюсь Что Многих Из Вас Я Увижу В Минске Будет Возможность Пообщаться Пофотографироваться Отменяться Мнениями Вместе Ногами Попинать По Опорам Соответственно Первой Трассы И Ну я Не знаю Но царапать Здесь Это Не обязательно Потому что Там Создается Музей И В этом Музее Будут И Все Инвесторы Учтены И Соответственно Если Вы Посадите Дерево Значит Персональная Табличка Это Друзья Как раз Делается Для Того Чтобы У нас Четко Было Представление Что Мы Все Сопричастны К тому Действительно Очень Серьезному Делу Которое Сегодня На наших Глазах Происходит Которое Действительно Изменит Мир Которое Действительно Спасет Планету И Мы Действительно Делаем Эту Работу И В конце Друзья Я Вам Рекомендую Еще Буквально 3-5 Минут Не Выключаться Не Выходить Соответственно Это Наша Так Сказать Наша Сеть Наша Работа Наша Структура И Наши Люди Которые Сегодня Являются Партнерами Соответственно Делают Нам Такие Периодические Подарки И Это Тоже Друзья Очень Важно Я Тоже С Большим Энтузиазмом И Большим Большим Удовольствием К этому Тошусь Ну все Друзья Строй Скайвей Спасай Планету До встречи В Экотехнопарке В Субботу Соответственно Не бывает Ничего страшного Будут Очень много Репортажей Мы В следующую Среду Донесем Вам Уже И основные Скажем так Аспекты И ту атмосферу Которая была Вот Ну и Соответственно Друзья Планируйте Уже Следующую Поездку Октябрь Месяц Потому что Это Грандиозное Событие Я вам Не рекомендую Пропускать Потому что Там конечно Будут уже Первые лица Многих государств И очень серьезная Демонстрация И соответственно Очень серьезное Событие Поэтому друзья Давайте пройдем Сейчас Экофест В апреле И начнем Уже очень серьезно Готовиться К октябрьскому Экофесту Потому что Это друзья Будет уже Эпохальное Событие Продолжение следует Продолжение следует